Обычно перед долгими выходными студенты пораньше бросают учебу и едут к своим родным, ну или просто отдыхать за город. Уже второй год подряд в Казанском университете 30 апреля становится исключением. В этот день тысячи неравнодушных студентов и сотрудников собрались возле памятника поэту-герою Мусе Джалилю, откуда стартовал грандиозный студенческий марш победы. Именно с ночи 30-го на 1-е над Рейхстагом был водружен флаг, который символизировал, по сути, победу. Это день, когда символизировали победу над немецко-фашистскими захватчиками. Мы собрались на студенческий марш победы, приуроченный к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Марш возглавили заместитель премьер-министра республики Василий Шахразиев, мэр Казани Ильсур Медшин и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Специально для шествия было перекрыто движение по улице Кремлевской. В честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне с гордо поднятыми головами прошли почетный батальон, взвод представителей всех федеральных университетов страны и взвод барабанщиков Суворовского военного училища Министерства обороны России. Традиционно прошла и акция «Бессмертный полк». Студенты и преподаватели несли фотографии участников войны, которые были так или иначе связаны с Казанским университетом. Также по главной улице города проехали ретромобили с ветеранами войны. И вот мы видим, как почетный батальон и «Бессмертный полк» прибывают на конечную точку сегодняшнего парада. Это небезызвестная всем сковородка. Здесь их ожидают еще тоже более двух тысяч студентов. У памятника Ленину состоялся митинг университетской общественности, приуроченный к празднованию 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В этом году, как здесь уже говорилось, нас поддержали все федеральные университеты страны. Сегодня в составе нашего почетного батальона принимает участие отдельный взвод студентов из федеральных университетов России. Спасибо студентам и руководству этих университетов. Мы прекрасно понимаем, что каждому из нас необходимо еще раз обращать внимание нашим ветеранам, и чтобы они всегда были в центре нашего внимания и уважения. Здесь обратиться к собравшимся была возможность у главных героев дня – ветеранов войны. Я рад и горд, счастлив, что я учился и работал в Казанском университете. Я рад и горд, что нахожусь среди вас и вместе с вами. Все в этот день было символично. Так, в небо были запущены белые голуби – символ мира. А вслед за ними отправились 1418 красных шаров. Именно столько дней шла Великая Отечественная война. Затем почетные гости отправились во внутренний двор главного здания – к аллее памяти. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориальной доске, на которой размещены имена погибших во время войны студентов и сотрудников Казанского университета. Ветеранам в это время ждал традиционный праздничный обед в университетской столовой Института физики. Там они продолжили принимать поздравления и благодарственные речи. Затем праздник плавно переместился в Уникс, где состоялся гала-концерт студенческой весны КФУ. Напомним, наш телеканал «Универс. Смотри» ввел прямую трансляцию и марши Победы, и гала-концерта. Диана Вакян, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюз.